У тебя есть такой или? Есть. Ага, смотри. Могу, в принципе. А у тебя такой, да? Ага. О, да. Едем. О, записываешь, да? Едем в троллике с доклада Ромы Михайлова, да, того самого, значит, питерского культового математика Рома Михайлова. У него был доклад в стекловке. О, смотри, на место вступили. Вот, значит, посвящен он был довольно серьезной теории групп про то, про некоторые устройства некоторых фактор-групп, значит, по коммутантам последовательным композиционного ряда. Ну, в общем, это можно на бумаге объяснить, но это даже то, что, в общем, я немножко понял. А, значит, факторизуется, берется группа, значит, у нее рассматривается групповая алгебра над кольцом целых чисел. В ней выделяется ядро отображения, как я понял, когда берется просто сумма коэффициентов при всех элементах группы. Ну, соответственно, то есть это множество всех комбинаций с целыми коэффициентами таких формальных, у которых сумма этих коэффициентов целых равна нулю. Вот, и потом возводится в квадрат, там, в куб, и потом, если мы прибавим к этому всему единичку, то внутри такого множества групповой алгебры, в частности, естественным образом, попадают сами элементы группы. Ну, и получается пересечение с группой, вот, такое множество, вот, группа, пересеченная с этим делом. И берется фактор по этому от коммутантов. Ну, и они, значит, обнаружили много чего интересного со своим соавтором. И что удивительно, что, ну, как бы, это похоже на очень такую сложную задачу дискретную, дискретную математику, там, это, можно сказать, комбинации, там, брать формальных, там, элементов группы, тададададам, что-то там сравнивать, какие-то уравнения записывать. Ну, нет, на самом деле, оказывается, что это из топологии следует. То есть из спектральных последовательностей и гоматофических групп сфер, то есть классов, там, классов отображений сфер друг с друга, в общем, очень мощно, ну, как бы, я только поехал, сам понял, но это, по крайней мере, что-то, что, ну, можно понять. То есть я понимаю, что, да, такое конечное время могу это понять, там, допустим, если я на неделю останусь с этой наукой, я ее пойму. Это проще, чем то, что делается там в логеврической геониде, с которой я там... Ну, понять, по крайней мере, что именно они сделали. И это что-то очень серьезное, потому что, там, математик Ромов про это очень круто отзывался, как-то сказал Рома. Вот, в общем, ну, было интересно, было свежо, и для мозга так, как бы... Ну, для мозга это было позитивно, потому что я хоть что-то понимал. Редкая ситуация на Стекловском семинаре, чтобы я что-то понимал. Вот, ну, вот, к сожалению, сам Рома... Ой, у вас упало! Вот, сам Рома, к сожалению, на наш канал записывается не хочет, не потому что он наш канал не любит, а потому что он вообще не очень любит интернет. Он хотел бы наоборот, чтобы его от Отошилы убрали из интернета, и я ему предложил, может, какие-нибудь там... Прогеры могут написать программу, которая распознает его лицо. Распознает их и всюду чекит. А Виська Попылковский, который был рядом, он вообще говорит, что... Ерунда. Просто надо написать вирус, который будет с лицом Ромы. И тогда все станут сами стирать его, потому что все будут бороться с этим вирусом. Поэтому где бы ни появлялась, то все будет стираться. В общем, задача решаемая, конечно. Вот. Но вот так вот. Еще пришел Дмитрий Вербийский. Мы об этом чуть позже поговорим. Сейчас в лес придем. В троих бусин нельзя говорить, о чем мы с Дмитрией говорили. Да. Прогулки по Москве. Континюрт. Продолжаются, да. Ленинский проспект. Сейчас пойдем. Куда? В парк пойдем. Вчера у Бояршинова записывались. У Бориса Сергеевича. Так что скоро на его канале будет что-то. Кучу всего обсуждали. И науку, и вокруг, и Россию. Ее роль рассказывал, с какой безумно малой вероятностью в принципе могла организоваться жизнь на Земле. Что для этого должны были одновременно произойти куча-куча-куча невероятных событий. И что, я так понял, что от нас утаивают все эти физики. Говорят, что, типа, Бог не нужен для объяснения Вселенной. Ну да, не нужен. Если предположить, что событие вероятности 10 степени 100, минус 100, да, 1 раз на 10 сотый, произошло, тогда не нужен. Но если мы в такие события не очень верим, то уже без Всевышнего никак не обойдешься. Но от нас скрывают. Это же догма для людей, ну, таких воинствующих атеистов. А для них догма, что Бога нет. Нужно все объяснить без него. Да, это понятно, да. О, ой, как классно. Жалко, у меня уже мелочи не осталось никакой. А нельзя вас, да, записать? Вот. Мелочи не осталось. А, все боятся камеры, да. Да, а вот сколько вопросов ему, да. О, пойдем здесь, да. Давай слева. Вон. Рома говорит, пишет мне, что можно познать мир без знания математики. А Саватеев пишет мне, говорит, что мир познаваем только через математику. Кстати, Фейсбук исправил, или не из Фейсбук, а что там было? Из правил познаваем, но позваниваем. Позваниваем, мы миру позваниваем через математику. Классное, да, это? Вот. Но я не уверен, что здесь есть какое-то противоречие, потому что, на самом деле, я так и не считаю, в общем-то. Скорее тут, я считаю, как Рома. Есть много видов знания, просто есть знания точного порядка, которые можно доказать, допустим. Ну, на колесе свернутся. Да. Вот. То есть, бывает знания, которые доказуемые, бывает знания, которые многократно... То есть, есть как бы несколько градаций научных... ну, вообще знания. Знания о чем бы то ни было. Что такое куча холиваров, да? Что есть наука? Там, наука или теология, наука или экономика, социология. Ну, вот, где грань науки и не науки? Есть такие, очень такие щепорные товарищи, которые считают, что наука — это только там, где есть эксперимент. Что если эксперимент нельзя повторить много раз, то еще и столько раз, сколько хочется им самим. Не столько там, не три, не четыре раза. А вот я сказал 300, сказал один. А я сказал 500. Значит, все, что без 300 и без 500, то первого у вас, соответственно, не наука, если 300 раз не повторено, у другого есть 500. Но это все, конечно, это все от какого-то, ну, в общем, какого-то не очень большого ума. Конечно, знания можно получать разными способами. Интересно, а где вход в парк? Очень интересно, да? Где-то должен быть. Нет, где-то должен быть. Там дальше точно будет где-то. Вот. Вот так, да? Да, в общем, настоящее знание – это математика, конечно, такое вот железобетонное знание. Но это не значит, что мир можно познать только так. Математика – это такая супернаука. Написал доказательства, и все, оно навечно. Дальше идут обычные науки. То есть, не супернауки, а просто науки. Наука – это то, где можно с разной степени уверенности что-то знать. То есть, если 10 раз повторил эксперимент, у тебя есть уверенность. Если 100 раз, то у тебя есть суперуверенность, да? Если 1000 раз, она уже превращается в такую уверенность, что она становится неколебимой. Но… Осторожно, осторожно. Но… Ты все-таки никогда не добьешься вот такой уверенности, как когда ты что-то доказал математически. Это понятно. Вот. То есть, все равно мы завязаны на вере в то, что все эксперименты будут и дальше давать одно и то же, или примерно одно и то же. А еще размывание науки… А, ну да, и дальше идет дальнейшее размывание науки. Размывание научного знания, когда разные эксперименты приводят к разным результатам, но мы их интерпретируем как похожие. Вот. И… Ну, несколько раз провели эксперимент с тем, как действует на человека там то или иное лекарство, например. Ну, доказательная медицина. Да, вот условия. Мы как бы считаем, что эти условия одинаковые, но понятно, что в отличие от физики, точно одинаковых условий с людьми там невозможно в принципе сделать. То есть люди, они всегда разные, да, другой день, другой человек. Вот. Поэтому мы можем, например, наблюдать искусство в разных условиях и записать это в плюс нашей собственной теории, сказав, что различие в условиях несущественно. А можем, наоборот, взять условия одинаковые, с нашей точки зрения, но различные результаты объявить одинаковыми, потому что они несущественно различаются. то есть у нас появляется огромная свобода для маневра. Ну, да, мы можем содействовать, как нам нравится, и сказать, что нам нужно 150 экспериментов, как любят говорить, если люди, которые борются с гомеопатией, или вы говорите, что им нужно 150 экспериментов. Слушай, а твой поедет не по асфальту? По любой. По любой, да? Да, поехали. Вот. Вот. Поехали туда, потом повернем налево. Там какие-то будут обрывы, правда. Ну, или потом можно вернуться вот так. Вот. Ну, в общем, в любом случае такие вот эксперименты хотя бы можно ставить. То есть в доказательной медицине, по крайней мере, можно повторить много раз что-то похожее. А вот в экономике уже вообще нельзя. То есть повторить много раз один и тот же эксперимент в экономике просто невозможно в принципе. Поэтому делают кучу разных экспериментов, объявляют, что у них было что-то одинаковое. Например, все они были при температуре плюс 15 градусов. И этого достаточно, да. И это наука-экономика. Поэтому я, так сказать, в этом месте уже провожу, я уже говорю, что это не наука, конечно, а знания. А почему я называю его знанием? Почему не назвать ее лженаукой? Ну, потому что те, кто называют все подряд лженаукой, они слишком много на себя берут. Что такое лженаука? Лженаука – это когда кто-то претендует на какие-то вещи, ну, как бы, которых нет. Ну, вот, то есть утверждается... Ну, да, что да, 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 да. Люди... Есть какая-то трунаука. Для них это всегда бывает, там, физика или биология, потому что, ну, типа, вот там вот эксперименты, там, они прям супер, супер повторяемые. Вот. Но на самом деле знания без научного подтверждения – это не лженаука, это просто знание такое, как бы, которое можно называть наукой, можно не называть. А почему я говорю, что это знание? Почему это не болтовня? А потому что... Я могу точно сказать, почему. Значит, потому что часто бывает, что сотни людей, погрузившиеся в одни и те же, ну, как бы, погрузившиеся в тему, в тематику, да, то есть прочитавшие одни и те же статьи, обсудившие их, значит, с коллегами и, там, как-то поразмышлявшие над ними в одиночестве в течение долгого срока, приходят к одинаковым примерно выводам и к одинаковому пониманию ситуации. И вот это я называю, как бы, еще, еще пока может претендовать на какое-то знание, по которому можно защищать диссертации, по крайней мере, потому что можно... Можно сказать опытным пределом? Нет, в том-то и дело, что неопытным. То есть, о, а дальше у нас будет сход назад, да. Тут очень интересный парк. Да, тут очень крутые горы. Но там прям нельзя будет, может, только вот здесь спуститься. Ну, там будет совсем вот так. Да. А вот здесь будет менее. Здесь мы на Москву рек сейчас выйдем. Но тут, я не знаю, как тут ты сейчас не сможешь. Наверное, да, так? Меним. Пойдем, да? Ну, в общем, смотри, вот здесь нет, здесь, мне кажется, надо... Тут по-любому все-таки колесо вряд ли, да? Лучше так, да. Нет, тут тяжеловато будет. Ну, да. Вот. В общем, я признаю любое такое знание, ну, за научное в условном смысле, что по нему можно защитить диссертации, собирать советы. Потому что совет именно на то и есть. Что такое совет? Это 25 человек, которые согласятся с полученным знанием или не согласятся. Поэтому критерий того, что знание в каком-то смысле научном, минимальном, это то, что разные люди, попадая в ситуацию обдумывания, приходят к одним выводам. К одной картине мира. То есть несколько, много людей, которые долго думали над некоторой проблемой, имеют на нее примерно одинаковый взгляд. Вот в этих условиях можно начинать заниматься этим видом деятельности. Это можно считать наукой, то есть теология, беусловно, подходит. Экономика даже подходит. А уж про теологию я еще не говорю. Я предпочитаю, да. На самом деле, все-таки я решил, что я не хочу. Либо уж нужно одну математику оставить, как абсолютную, да? А все остальное уже размывается, размывается, размывается. Я предпочитаю все считать знанием. Это все важные знания. На самом деле, все эти знания, которые получаются в этих псевдонауках типа социологии, экономики и так далее, не лженауках, а именно все, можно использовать. Да, правильно. Можно использовать, в том числе и для понимания мира, и даже для каких-то практических вещей. Поэтому я бы это все занес в знание. Не надо ничего дискриминировать. Вот. Ну, вот так. Вот так. Является ли знанием, например... В этом плане, безусловно, гомеопатия – это знание. Потому что про него огромное количество опытов и огромное количество людей. Ставим их, безусловно, в разных ситуациях. Их нельзя зачесть по... Ну, в большинстве своем нельзя зачесть по этим твердым критериям. Там 300 экспериментов должно быть или 150. Но видно, что знание накапливается, и его одинаково оценивают, по крайней мере, врачи и люди, которые долго в этом были. То есть это наукой не назову никак. Нет, конечно, я не могу назвать на сегодня гомеопатию наукой. Но это знание. Вот. Что там? Ох, какая! Привет! Привет, привет! Ох ты! Привет! Нифига себе! Ой, какая! Вот это да! Но у меня ничего нет, к сожалению. Пожрать, ты прости. А? Конфету вредно. Конфету, да. Белочка, смотрите. Круто, да? Можно в заставке этого фильма сделать белочку. Вот это вот. Подснять ее. Ну? Привет, 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 привет. Привет, привет, привет. А-а-а! Ха-ха-ха! Схватила. Нет, она не укусила, а схватила этим. Руками? Да, когтями. Схватила меня когтями. В общем, с ней надо быть осторожным. Да. Еще одна. Где? О, да, да-да-да-да-да. Куча белок. Белки за белками. Вот так. А вот, например, что касается знания, там, ну вот я ничего не могу сказать ни про эзотерику любого вида, просто не понимаю ничего в этом. Ни про астрологию тоже ничего не могу сказать, не понимаю в этом ничего. Я не наблюдал пока системы знания в них, но это не означает, что их нет. Опять же, я не беру на себя больше, чем… Может принести пользу. Может принести пользу, да, она? Может принести пользу, если кто-то в нее будет. Ну да, если она действительно, как бы… Заработать деньги, срубив их с людей, да, это да, это интересный вопрос. Нет, вот мой критерий, то есть верно ли, что 50 человек, долго вдумывавшись в астрологию, долго, придут к некоторым общим выводам? Вот вопрос, да? Долго это как? Достаточно? Ну там месяц, не знаю, месяц. Ну допустим месяц. Вот я месяц своей жизни потратил на гомеопатию. Месяц. Я в нее нормально так врубился, вполне. Ну не то, что я каждую секунду сидел, но вот я на Байкале, нормально в нее влез. Вот. И примерно представляю, что это такое, могу отвечать на вопросы, могу там понимать, чего от нее ждать, чего от нее не ждать и т.д. Вот. Вот. Но вот если бы я месяц потратил на астрологию, я получил бы какой? Да. И когда я беседовал с людьми, которые тоже там в ней побывали, ну, ощущения примерно одинаковые у нас возникают. Да. Вопрос другой. Вопрос про астрологию. Да. Вот если бы я месяц посидел в астрологии, я получил те же представления об астрологии или нет? Или я бы решил, что там ничего нет, кроме надувательства? Не знаю. Не могу сказать. Просто я опасно. На данный момент ничего не могу сказать. Так что про эти все совсем уж такие сумеречные знания я молчу, не сведущий, ибо. Вот. Ну, а наука, да. Наука – это такое гордое слово. Я бы вообще его только за математикой оставил. Так что да, ну и мир, конечно, можно познать не научным образом, а как-то еще. Собственные ощущения от мира – это вообще отдельная история. Ну, как бы они не претендуют вообще ни на что, кроме твоего собственного ощущения о мире. Но это же не значит, что как бы ты таким образом не можешь познать мир. Может, сидит какой-нибудь гуру и говорит, я все понял. Вот. Но передать это не может. Ну, что ж мне, не доверять, что ли, ему теперь, что он все понял, да? Он под кустиком сидит, вон, как белочка. Вот так. Возвивать эту теорию. Время Саватеева сделать – это за один месяц нужно въехать или будет? Въехать, да-да-да-да. Месяц. Если там лажит, то все. Значит, пока. Так. Вот. Тут еще к Роме был вопрос, как можно сочетать столь разный вид деятельности и математику. Ну, я не знаю. Насчет Ромы… Это не по делу. Вопрос не отвечает. Ну, да. Ну, как бы я вот с удовольствием сочетаю все это с математикой. Нормально, да. Математика – достаточно точная наука. Неплохо, да, выражение? Математика – достаточно точная наука. То есть она вроде как либо совсем точная, либо она не точная. Мне кажется, что Рома и не рассматривает как абсолютное научное знание. Он у себя пишет разные вещи. А-а-а. Это интересно, кстати. Да. Достаточно точная на сегодняшний момент. А если завтра что-то случится, то… Это, кстати, интересно, да. Это интересно. На это я не готов, да. Так. Ну, тут, да, последние тут вопросы про Рому, но у меня есть вопрос. Тут вопрос для меня был. Так. Вопрос такой. Алексей, вы очень много путешествуете по нашей стране. Бываете в разных городах. Возможно ли с математической точки зрения назвать оптимальный город России для проживания? Если да, то какой? Или какие? Ну, по этому поводу спел Шнур. Много городов у нас в России. Нет пальцев, стойка на ногах. С каждым годом все они красивее, утопают в собственных снегах. В общем, я не знаю, что тут сказать. Я люблю все города России и не могу выделить здесь никакой один. Для меня комфортный город для проживания – это город Москва. И уж простите меня, жители всех остальных городов. Я долго, да, долго искал и понял, что где родился, там и пригодился все равно. Для меня лучший город – это где я сейчас нахожусь. Но, видите, я в нем бываю-то едва ли треть времени. Это потому что я все время езжу по другим городам. Вот так вот. Да, вижу, как живет народ. Кстати, это соседняя тема. Меня обвинили, что я русофоб. Я русофоб, представляешь? То есть я человек, который там любит наш народ просто до умопомрачения, настолько, что готов простить просто все своему народу. И то, что я просто выразил устройство моего народа, да, как народ, в котором страсти сочетаются со святостью. И меня обозвали, что я русофоб. Но тогда Достоевский тоже русофоб. Я лишь Достоевский XXI века, не более. Вот, я фиксирую. Это может быть какой-то обязательный присутствие к этому русофобу? Может быть, да. Там все русофобы поразились, что я еще больше русофоб. Если хотели тебя начислить, все русофобы? Ну, я объясню, почему они считают меня русофобом. Потому что они считают... Ну, потому что я написал, что власть сегодняшняя тотальная и несвергаема. И если ее свергнуть, то есть это как бы... Да, да. То есть она несвергаемая, ну и дальше противоречивое утверждение. Если же ее свергнуть, то будет полный конец и разгул страшнейшего насилия там с гражданскими войнами и т.д. Ну да. Но при чем тут русофобия? То есть они считают, что русофобия здесь при том, что я полагаю наш народ не способным скинуть проклятую власть. Но они уже предполагают, что народ считает ее проклятой. Но на самом деле, так сказать, народ... Они считают... Ну да. То есть они как бы... Да. Они за всех... Это вот они переносят на остальной народ свое ощущение от власти. Но это по меньшей мере странно. Да. По меньшей мере это странно. От 19-го, да? Да. Ну... Так. Что же я вижу? Да нет. Вообще, на самом деле, как ни странно, я бы сказал, что он совершенно нормальный. Да. Ничего особенного. Но какие-то тенденции обостряются, усиливаются. В общем... Нет. Ничего особенного. Ничего особо плохого. Ничего особо хорошего. Я дальше езжу. Меня дальше зовут. Приглашают выступать в разных местах. Но... То есть моя жизнь как бы в проекции на год совершенно такая же, как раньше. Сам год я тоже не вижу каких-то сверх. Ну, вот в этом году было самое великое наводнение всей истории в Тулуне и во всей округе. Ну, в этом плане как бы каждый год какое-то событие такое проходит. Ну, вот да. Город, да. Город, из которого моя жена стал знаменитым на всю страну теперь. В нем три раза побывал Путин за один год. А до этого ни один русский правитель никогда вообще не был в Тулуне. Просто за всю историю. Ну, вот в этом плане, да. Для Тулуна это год совершенно особенный и в трагическом плане, и вот в таком... И, в общем, то есть это как бы... Ну, год, да, год, в котором... Каждый год запоминается какими-то потрясениями, которые в нем были. Конечно, девятнадцатый запомнится этим наводнением. Вот. Но про наводнения я много говорил, что сложилось очень много факторов. И, видимо, такие наводнения могут быть там раз в много сотен лет. Либо климат меняется, и тогда они будут чаще. Но, как я понимаю, все-таки таяли снега в очень большом количестве при соответствующих условиях. И если эти снега уже там в большинстве своем потаяли, то, соответственно, еще очень долгое время они будут накапливаться обратно. Так. Идем вниз. Вот. Ну, да, насчет городов. Да. Все такие разные. Господи, вообще настолько разные города в России. Да. Это не понять, сидя на диване в Москве. Невозможно понять. Надо ездить. Надо ездить и видеть это. Вот. В этом году я, в каких городах я побывал, тоже, конечно, все не вспомню. Ну, Владикавказ, в первую очередь, конечно. Владикавказ и Цехинвал. То есть здесь сразу, сразу я вспоминаю свою, ну, в каком-то смысле главную поездку. Я посмотрел на эти места, где шла война совсем недавно. Ну, еще я в этом году буду в Ханты-Мансийске. То есть Цехинвал и Владикавказ, это далеко на юге. Ханты-Мансийск, это, значит, северо-восток. Вот. Предвкушаю, как я в нем побываю. Я никогда не был в Ханты-Мансийске. Побывал в Сургуте, в Ноябрьске. Теперь Ханты-Мансийск. Продолжаю изучать места, из которых истекают газ и нефть для всей планеты. Да. Вот. О, какой прудик. В 2012 году был дикий мороз на Крещение, 20 с лишним градусов. Я здесь выкупался. Мне было жутко холодно. Я бежал бегом до метро Ленинский проспект. Изо всех сил. Сколько было только сил. Вот. Добежал и еще в метро мёрз. Продолжал мёрзнуть. Вот. А сейчас обленился, потому что в Майкопе есть. В Майкопе есть купель. Правда, что-то осенью её раздолбали. Не знаю, будет ли она или нет. Вот. И теперь я в январе приезжаю в Майкоп и сразу еду в купель. Или там, как у нас в марте или в апреле. Так и льда нету, да? Нет никакого, да. Да, и льда нету, да. Ну, в смысле, ну да, в марте-апреле у нас ещё лёд. Как в мае. Вот. Пойдём, наверное, на набережную реки. Наверное. Туда сходим. Опа. О, класс. Да, нескучный сад. С его суперкрутыми склонами. Сегодня это только Рома, а? Это же не конференция, это был доклад, да. Это был научный доклад стекловки ради Ромы, да. Ну, в смысле, ради Ромы. Просто на каждом таком семинаре один доклад. Его не было, нет. Ну, он иностранный. Лоран Бартодди, по-моему. Я не помню. Вот. Ну, там, да, было. Была куча народов, все студии заняты практически. А, ну, так, чуть-чуть. Да. Фёдор был Богомолов. Ну, там, короче, весь Бомонд был. В Рыжской геометрии, понятно. Ну, или многие. Вот. Я всё ещё не теряю надежды. Я книг раздобыл всяких, обложился книгами. Гомологии изучаю, там, к гомологии. Пытаюсь разбираться в этом всём. Может, даже на канал что-нибудь запишу такое. Что-нибудь возьму и... Вместе. Будем вместе разбирать эту следующую ступень научного знания, математического. Посмотрим. О, Крымский мост. Написано, Крымский мост. Так, ну что, спустимся на набережную, наверное. Корабли идут. О, смотри. Да, очень интересно здесь. Круто. Можно съезжать тебе. Во. Во как. Ой, а так тоже можно. Ой. Вот это да. Вот это да. Что ещё интересно читателям, а? Нашим. Пытаюсь подумать, да? Что ещё интересно? Пытаюсь вспомнить вопросы, которые на стримах задавали. Да, можно про города следующие рассказать. Они, в принципе, есть. Кратко есть. У Прохоровича там где-то он выложил. Но можно немножко подробнее, да, рассказать. Значит, ну, начнём с послезавтра. Послезавтра, наверное, уже когда запись выйдет, уже пройдёт. Но всё равно расскажу. Послезавтра будет Балахна. Город Нижегородской области. Там зовут школу выступить. Пойду выступать. Вот. Потом, значит, дальше после Балахны будет Нижний Новгород тот же день. На Матфате высшей школы экономики местном, Нижегородском. Вот. Буду рассказывать про эллиптические кривые, как точки складывать на них. Потом будет школа в Перелучах. То есть я вечером в Нижнем Новгороде сажусь в 7 вечера на поезд, еду на Валдай. Ночью пронзает он Москву, этот поезд пронзает насквозь в Москву. И приезжает в 5.27 в Акуловку. Там меня забирает машина, везёт в Перелучи, в Верховьях Мсты, по которой мы когда-то сплавлялись по порогам. И я там веду уроки. А потом обратно в Акуловку и за 2 с небольшим часа на Сапсане я оказываюсь в Москве. За 2.30 или 2.40. Вот. Это будет конец этой недели. На той неделе будет Тамбов, 1 октября. Одна лекция для школьников на неё там, ну они как предпочтение не звать всех, из города. А вот вторая будет общегородская в 6 вечера. В 6 или в 6.30. Ну, по-моему, всё-таки в 6, как-то я пытался перетащить на 6.30, но не удалось. Так, и она будет премьерой. Премьера. Она будет называться «Взгляд математика на Нобелевские премии по экономике. Три премии, три судьбы». Кеннет Эрро, Джон Нэш и Леонид Витальевич Конторович. Вот. Потом, значит, я поеду в Ростов-на-Дону на Шаталинскую школу. О, мужик меня, видимо, узнал. Он так улыбнулся, да? Да. Значит, в Таганроге. А, в Ростове, ну, второго будут какие-то доклады на Шаталинской школе. А в Таганроге 3 октября весь день я выступаю в честь пятилетия моего сына, который, правда, к сожалению, будет в Москве, но я вернусь потом на выходные праздновать. Вот. Буду выступать с тремя лекциями в Таганроге. Одна про Нобелевских, одна про аукционные механизмы и одна формула Кардана. А, и в Тамбове вот это для школьников тоже формула Кардана. И как ее понимать, то есть введение в комплектные числа. Так. Дальше четвертого Ростов. Вместе с Наукой ПРО совместный проект. Наука ПРО и Шаталинская школа. Лекция в Ростове днем будет на тему тоже про Нобелевских лауреатов. Как в Тамбове и... А, нет, я не прав, в Таганроге не будет. А, вот здесь там. Я не прав, в Таганроге не про Нобелевских. В Таганроге не про Нобелевских. А, кстати, может быть сейчас... А, ну хотя ладно, да. Ага, все. Да, в Таганроге будет теория вероятности и теория игр школьным языком. О, над нами едет МЦК. Вот. Теория вероятности и теория игр школьным языком. Вот что будет. А, да, дальше будет или не будет Рига. Мы все визу никак не получим. Визу пока не дают. Может распознали там в интернете какие-нибудь мои взгляды неправильные. И из-за этого не дают. А может просто бюрократия заела. Но пока не дают. Ну, допустим, дадут. Тогда будет 8-го числа в Риге будет лекция. Математика в нашей жизни. Там, или математические зарисовки жизни. Вот. В общем, никакой политики. Математика хардкор. Вот. Дальше, значит, будет Чечня. 14 октября всех приглашаю на лекцию в Грозном. Там несколько лекций будет по школам, по гимназиям. Вот. Ну, подробности чуть позже там будут, соответственно, на сайте выложены. Так. Пойдем, наверное, в ту сторону. Да. Вот. Дальше. В Майкопе будет Омча. Осеннее мачтение о ВДГ. Это будет на той же неделе. То есть я из Грозного поеду в Майкоп. Так. 16-17 октября будет. Так. Потом там некие дела в Москве. И 29-го, 30-го, 31-го октября Питер. Причем 29-го, видимо, будет квартирник. Там один мужик предлагает свою квартиру, чтобы попеть. 30-го лекция. Нет, это песни. 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 А. 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 Нет, я-то имел ввиду попеть, конечно. Просто попеть. Вот. Вот. Так что, да. И 30-го будет лекция в Питере. Там еще будет турнир математический. В общем, там много чего. Я буду, два с половиной дня буду в Питере. Так. Дальше. Перерыв на ноябрьские праздники. После чего Апатиты, Хибины, Кировск. Ну, то есть перейдет в Москву Апатиты и Кировск. Есть Киров и Кировск? Кировск. Кировск один вроде бы, да. А может и нет. Может еще где-то есть. В общем, это Северный, который вот в Хибинах. И там меня ждут в школе. Вот. И говорят, Алексей Владимирович, у вас в Хибины mail.ru адрес. Неужели вы не приедете в Хибины? Я говорю, ну конечно, приеду как-нибудь. Вот. Еще в Мончегорске сейчас нет. Не-не-не. Полярные Зори и Кандалакша. Вот. В начале. Это будет 5-го. Потом. Потом будет Кировск. А 7-го Петрозаводск. Наконец-то, да. Все ждали Петрозаводска. Он будет 7-го числа. 14-го опять Нижний Новгород. И, возможно, 15-го Смоленск. Это надо договариваться, пока я не приступал. Потом будет Екатеринбург 27-го и Ханты-Мансийск 28-го ноября. Вот. На декабрь планы пока еще. Ну там надо кое-что подтверждать. Но городов там, скорее всего, не будет. У меня очень много дел, которые скопились. Ну там более таких по всем моим местам работы. В общем, в декабре, скорее всего, будет перерыв. Но будут лекции в Москве в школах. В московских школах. Ну это да, это... Я не знаю, насколько они будут открытие. Вот так. Ну последнее, что 10-го марта я всех жду в Москву. Поголовно всех. Да, и 30-го октября я всех поголовно жду в Питере. То есть две вот лекции. Одна в Москве, одна в Питере. Вот. Хочу сразу, чтобы вы все-все-все пришли. А, ну квартирник, да, сколько вылезет, чтобы пришло народу. Сколько туда вылезет народу. А? Ну, может и лето упоем. Ну, я думаю, что не один я буду петь там. Затусуем как-то, да. Сейчас в этих соцсетях поместим, что будет квартирник. Но поговорим. Сейчас мне как раз только-только написали и будем думать. Вот так. Вот так.